Приветствую всех, дорогие друзья, на моем канале. Мы продолжаем обозревать новые колоды после изменения баланса. И многих интересует вопрос, чем теперь тащить, чем играть, как дойти кто-либо на арене, холдик подскажи колоду. Ребята, если вы хотите тащить и быть в курсе всех новых событий, новых колод, обязательно прямо сейчас подпишитесь на канал, нажмите на лайк и нажмите на колокольчик. И, естественно, вы будете следить за всеми моими видосами, и, возможно, вам какая-то колода подойдет, и вы дойдете к своей желанной арене, либо опнете ту планку кубков, которую вы давно уже хотите, но никак не можете преодолеть. И сегодня, ребят, к вашему вниманию колода Мегарыцарь Шахтер Пламенный. Да, ребята, в этой деке есть три легендарки, эта дека не универсальная, подойдет не всем, не у всех есть легендарки, и не у всех есть именно эти легендарки. Но я хочу вам сказать, что это не последняя и не первая колода на моем канале. Я вам показываю как и с легендарными картами, так и без, поэтому этот выпуск будет посвящен именно этой колоде. Если вам не подходит эта дека, и вы спросите, чем что заменить, ребята, можно заменить Шахтера на Хога, можно заменить Пламенного на Торнадо. Мегарыцарь здесь, к сожалению, считается основной картой, и если уж прям вообще не подходит, ну можно, конечно, Мегарыцаря заменить на Пеку. В целом, у вас должна быть вот такая вот связка. И здесь есть спам-домик, и сейчас мы поговорим про эту колоду, посмотрим. В общем, Димас с этой декой сделал 12 побед в Гранде, это хороший показатель, и поэтому я считаю, что эта дека заслуживает своего внимания. Вообще, в априори, когда в деке есть какая-то спам-карта, да, которая спавнит юнитов, то, ну это реально делает за вас, наверное, 30% игры, эта карта. Ну, естественно, вам нужно поддерживать поток этих спавн-юнитов, да, дефаться все равно, правильно, и оттачить нужно аккуратно, и эликсир нужно экономить. В общем, ну как и в обычных атаках, только здесь реально вам, ну, в помощь приходит хижина гоблинов, и это реально, она здесь много чего решает, и мы сейчас посмотрим повторы. Также не менее важно, здесь бочка с гоблинами, ой, со скелетами, я извиняюсь, бочка со скелетами. Мы сейчас посмотрим, как правильно с ней играть, как Димас прошел это испытание, посмотрим против самых популярных колод-повторы, ну и давайте откроем сундучок. Давайте откроем сундучок, ребята, ну вы лайкусик поставьте на всякий случай, чтобы лего выпало, мало ли, потому что, ну, я, конечно, в это не верю, что лайк решает, но мало ли, просто вот от вашей такой позитивной поддержки постоянно, постоянно с лутом везет. Итак, 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 ребятки, блин, это работает, что ли, вы реально подпишитесь, поставьте лайк, лего, блин, спасибо вам реально, спасибо от души, ребятки, лего. Ну, конечно, лего не мне, Димасу, но все равно, блин, на видос, шахтер, е, шахтер у нас третьего уровня, и 4 из 10 до 4, ну, пускай прокачивает, отлично, я думаю, он будет рад, что я ему выбил шахтера. Ну, а теперь погнали, посмотрим повторы. Итак, ребятки, первый повтор у нас будет против голема и против принца. Значит, сейчас очень часто вы будете встречать принца на аренах, в грандах, то есть, ну, везде, потому что, ну, не знаю, вот вернулась та старая дека, гигант плюс принц, и сейчас пытается принца брать вообще абсолютно к всем пеку там, да, ко всем пеку два принца, голем с принцем, я не знаю, там, шахтер с принцем, хога с принцем, ну, реально комбинируют сейчас все, просто с ума сошли, поэтому, ну, принца вы будете встречать. Окей, смотрите, значит, мы ставим хижину домика, хижину домика, блин, домик с гоблинами, вот, по правой стороне сейчас готовится атака, бочка со скелетами, и, наверное, он собирался выбросить шахтера, если бы не слева такая вот мощная атака. И, смотрите, значит, принцем мы задефали мега-рыцарем, дракончика и мега-муху уничтожила вышка, но мы, конечно же, пожертвовали хижиной гоблинов. Ну, ничего, мы урон не пропустили, тем временем справа немножко скелетики нанесли урон, и, ребят, если вы будете играть против подобной деки, ну, которую я сегодня демонстрирую, и против, ой, хороший шахтер и позин, вообще, просто отлично видели, да, противник думал, что шахтер будет на сборщик, это хороший, кстати, хороший ход, я вот всегда шахтера на сборщик выбрасываю, а когда у вас есть яд, выбрасывайте всегда шахтера на вышку и яд на вышку и на сборщик, тем самым противник, естественно, будет думать, что вы шахтера на сборщик выбрасываете, Видели, да, он стражить сейчас Лишился По лексиру мы, естественно, смотрите, не проигрываем Причем у нас еще стоит хижина гоблинов Сейчас будет пламенный на голема И просто изи за дефаем Я, кстати, отвлекся, я вам так и не договорил Свою мысль, если будете играть против этой колоды Конкретно, точнее, против Бочки со скелетами Уж потестируйте Потренируйтесь играть против нее Потому что я вот не привык Я вот против бочки с гоблином, у меня рефлекторно Заранее, там зап на миллисекунду Я зап выбрасываю заранее А эта бочка, реально, пока взорвется, пока скелетики Высадятся, я реально постоянно Сливаю зап и скелетиков не убиваю Это чисто у меня такая проблема Я просто вас предупреждаю, что у вас тоже такого может быть Поэтому не спешите выбрасывать зап Когда умирает вот эта бочка Я вижу небольшие Лаги сейчас на экране Ребят, вы уж извините, многие на видео Мне делают ошибки Точнее, указывают на мои ошибки Говорят, вот лагает, ты это не замечаешь Ребята, я это вижу Бывают такие моменты в видео, где чуть-чуть проседает скорость по Wi-Fi Поэтому может подлагивать картинка Вы уж извините меня за это И вот смотрите Сборщик, кстати, мы не уничтожили И сейчас забрасывается шахтер И летит вот эта бочка Со скелетами, но там стражи ее ловят Мы ставим хижину, чтобы голем сагрился именно на нее Поезд выбрасываем на стражи, на мегаминьона и на вышку Что же будем делать дальше? Ой, сколько всего идет Я бы не задефался Мега-рыцарь Мега-рыцарь все танчит просто Реально, смотрите, сколько хитпоинтов Да, мега-рыцарь, ребят, крутая карта И, блин, я вам советую ее использовать Вы видели, да, сколько на себя принял мега-рыцарь И всех уничтожил Но, но, смотрите, 600 здоровья осталось Ой, как опасно Опасный момент, точнее, интрига, ребят, интрига Ну, конечно, мы уже знаем, что тут будет победа за Димасом Хотя вы, наверное, вряд ли это знаете Но я видел по результатам поединка И вот сейчас, смотрите, шахтер, поздно, плюс бочка Добивает вышку Ну, все равно, я бы не сказал, что это прям было изи Прям в одну калитку была игра Но, в целом, в целом, неплохо Следующий повтор против, на мое мнение, более популярной деки Гигант плюс принц Вы просто зайдите сейчас в ТВ-Рояль И посмотрите, там практически каждый четвертый повтор С этой декой Гигант, принц, стражи Ну, а там уже по ситуации А, еще поизон А там уже по ситуации Мушкетера, либо ночную ведьму брать Либо ледяного духа Либо, я не знаю, ну, что только не берут Но вот эти карты Гигант, принц и поизон Три, да Сейчас очень популярны Давайте посмотрим, как же Димас затащил Конечно, у нас есть пламенный В принципе, по сути, это кажется легко Но, лично я проиграл, поэтому мне интересно Что я сделал не так И давайте смотреть Так Мега-рыцаря выбрасываем на принца А вот я бы сейчас, наверное, поставил бы хижину гоблинов И тем самым, наверное, бы допустил ошибку Окей, буду иметь в виду И опять я вижу небольшие проседания, да Немножко, я имею в виду по картинке Немножко подтормаживает Ну, блин, ничего не могу с этим поделать, ребят Ну, правда, надеюсь, вам не сильно режет глаз эти лаги Хотя, если я не буду обращать внимание, возможно, их никто и не заметит Вот, ну, правда, извините Итак 1300 хп на левой башне Мега-рыцаря, да, противник пропустил Окей, ставится хижина Ну и, в принципе, сейчас мы ждем какой-то теперь ход от противника Противник решается дамажить почему-то по левой башне Хотя я бы на его месте оттачил бы справа Хотя, не знаю, возможно, так и надо сделать Потому что, ну, хижину гоблинов потихоньку надо уничтожать Поэтому он решил оттачить именно слева Гигант плюс принц Мы выбрасываем пламенного Противник накрывает ядом это все Плюс запает И, слушайте, и правда тяжело Сейчас, смотрите Но Димас использует зап Но принц доходит к вышке, но без разгона То есть без чарджа Но урон все равно прошел неплохой Смотрите, 1200 здоровья осталось Забрасывается шахтер в качестве танка Там летит еще бочка со скелетами Летучие мыши и пламенный дракон И это все противник не может задефать У него был только мушкетер У него не было поизона Поэтому, ну, видим, что он теряет слева башню В общем, вы поняли, да? На контратаке мы забрали его левую сторону И снова то же самое повторяется Хижина гоблинов ставится на деф Пламенный тоже на гиганта Противник выбрасывает только поизон И гигант все равно, как-никак Но доходит к вышке Доходит и делает тычку 800 хп остается И смотрите, справа Хорошая атака Бочка со скелетами Летучие мыши, шахтер и поизон И смотрите, просто столько урона наносим мы То есть я это просто делаю акцент на том Что бочка со скелетами Это не последняя карта в игре, ребят И я считаю, что ее нужно использовать И она такая, знаете На замену гоблинской бочки пришла немного Ну, реально хорошая карта Если правильно играть И опять я хочу извиниться За небольшое проседание В кадре Потому что подлагивает Ну, правда Я уже не знаю, сколько раз извинился за видео Мне неудобно Но ничего с этим, блин, поделать не могу Сраный провайдер Что ж, поехали Еще один повтор посмотрим И последний повтор на сегодня, ребят Посмотрим Против Хога Хог Хоть и все-таки попал в тот список карт, которых фиксили Да, но все равно он остался на арене И он остался актуальной карты Его многие используют И вы будете встречать Хога Однозначно Изменилась немножко метадека То есть вместо мега-рыцаря взяли, по-моему, ледяного духа Но колода осталась та же Хог Пламенный Ледяной голем Взяли вместо банды Или вместо гоблинов Стражей И все И понеслась отачить Поэтому давайте смотреть, как же играть против Хога Видим, что первую атаку мы пропустили слева И пришлось Хога дефать шахтером Ну, это вообще, конечно, прям плохо Но это из-за того, что хижину гоблинов поставили неправильно Если на одну клеточку выше ставить хижину То, естественно, гоблины Ой, Хог будет агриться на нее Вот Ну, приходится сейчас нам дефаться меганайтом По-любому будет сейчас пламенный Вот И нам, как назло, нечем дефать Нечем дефать пламенного Точнее, нечем сбить каст И, в общем, ну, мега-рыцарь не пройдет, однозначно Мы, в свою очередь, тоже выбрасываем пламенного дракона Там еще стражи нам мешают немного И снова идет Хог Вот почему я решил посмотреть этот повтор У меня был выбор Либо посмотреть против Арбалета Либо против Хога Я решил, что против Арбалета Ну, проще, наверное, играть, нежели против Хога И поэтому смотрим, видим, как заход с шахтером происходит И так смешно, когда шахтер с нашей половины доходит до вражеской И очень-очень поздно выбросил наш соперник стражей И тем самым лишился вышки Потому что пламенный просто Ну, просто закастовался, да, в вышку И уничтожил Окей, слева вышки уже нету Ставится теперь, видим, хижина гоблинов на клеточку выше Хог сразу посередине, чтобы ее уничтожить В помощь еще идут летучие мыши Противник использует зап И, к сожалению, хижины уже практически нету Но в это время забрасывается шахтер и бочка со скелетами Но у противника есть один голем По-любому он его выбросит вовремя сейчас Вот он его выбрасывает И скелетики, но все равно, смотрите, они наносят Наносят урон И знаете, эта карта мне напоминает кладбище Вот поначалу у меня кладбище казалось, ну, не очень такой крутой картой Но честно, хотя все были, ну, не знаю, удивлены Вау, какое-то заклинание, которое касается прямо на вышку Ну, это круто И вот мне эта бочка напоминает кладбище Вот тоже скелетики, они такие опасные, их так много И вот почему сейчас очень много используют яд Потому что люди стали использовать эту бочку, это факт И люди стали использовать стражей А стражей реально очень трудно убивать фаерболом Проще ядом накрыть, по-моему, яд полностью их уничтожен Но Димас понимает, что слева вышку он отдает Поэтому хижину ставит на клеточку ниже И я не увидел, он закинул шахтера И я не понимаю, как противник его не словил Плюс яд и бочка и добивается В общем, я надеюсь, суть вам колода ясна, ребята Это шахтер, бочка и яд Да, то есть постоянно сносить шахтером и ядом Ну и дополнения карты также немаловажны И конкретно эта связка, ребят, будет тащить Если у вас есть все эти три легендарные карты Обязательно их используйте Но если у вас какой-то легендарки нету Да, вы спросите, чем что заменить В начале ролика я уже сказал Можно в теории заменить шахтера на хога Пламенного на торнадо Ну и прям если у вас вообще беда с легендарками Можно заменить мегарыцаря на пеку Но имейте в виду, что это будет уже не то Но в целом, в принципе, вы сможете сыграть Все, ребят, на этом буду завершать Если выпуск понравился, ставьте лайк И ждите новые колоды, потому что они будут совсем скоро Пишите в комментах, на какой вы арене Какую вы хотите деку И обязательно сниму обзор Все, ребят, на этом буду прощаться Желаю вам удачи, хорошего настроения И до новых встреч Всем, ребята, пока-пока